Отработали, но денег не получили. Предприятия республики задолжали своим сотрудникам почти 103 миллиона рублей. Когда людям выдадут зарплату и что будет с нерадивыми работодателями? Сегодня обсуждали на заседании межведомственной комиссии в Доме правительства. 27 предприятий в республике не выплачивают своим сотрудникам зарплату. В результате более 2000 человек остаются без средств к существованию. 17 организаций проходят процедуру банкротства, 10 продолжают работать. С наибольшей задолженностью по заработной плате остается у нас ГУП Чуваш Автотранс, Минтранса Чуваши. Здесь долги по заработной плате составляют более 41 миллионов рублей перед 707 работниками. Также у нас остаются большие долги по ПАУ Азанхайту в городе АлатРа, более 16 миллионов рублей, где долги имеются перед 192 работниками. В Чуваш Автотрансе сейчас сдают имущество в краткосрочную аренду и получают от этого около 300 тысяч рублей ежемесячно. Но этих доходов недостаточно, чтобы покрыть многомиллионные долги. Как отметил Михаил Игнатьев, активов у Чуваш Автотранса достаточно, чтобы и зарплату выплатить, и с налогами рассчитаться. Имущество предприятия на сумму более 700 миллионов рублей выставлено на торги. Однако управленческая команда, похоже, не справляется с его реализацией. 63 человека плюс конкурсный управляющий, плюс один человек. Вот один миллион рублей вы проедаете ежемесячно. Так? Ну, если выражаться таким образом, можно... Мы говорим на простом языке. И вот 19 месяцев пройдет, вы скажете, дайте еще 12 миллионов рублей, мы ничего не смогли продать, 63 человека, нечем содержать. Представители Чуваш Автотранса не смогли ответить, когда, наконец, смогут выплатить зарплату своим сотрудникам. А вот конкурсный управляющий завода автокомпонентов Элма пообещал, что закроет долг почти в полтора миллиона рублей в декабре этого года. Анжелика Артемьева, Екатерина Янгалакова, Вести Чувашия.